Добрый день, глубоко уважаемые члены жюри, уважаемые участники конкурса, дорогие друзья. Прошлая моя лекция была посвящена посттравматической диафрагмальной грыже, и это частный случай огромной медицинской проблемы. Сегодня же мы повторно рассмотрим эту проблему, затронем общие вопросы редкой, но очень важной патологии и ответим на два главных вопроса. Может ли человек потерять орган, и при чем здесь геометрия? Я уверен, что каждый из нас что-то в своей жизни терял, и разница между нами лишь в том, как мы на это реагируем. Условно, людей можно разделить на три группы. Люди первой группы реагируют на утрату чувствами обиды, разочарования, злости и иногда даже ярости. И таких людей большинство, ведь эти эмоции связаны с потерей тех вещей, которые легче всего потерять, начиная от телефона и бумажника, заканчивая работой, квартирой и даже другими людьми. Люди второй группы испытывают всего два чувства. По причине той или иной потери какой-либо конечности, они испытывают невообразимые силы горя с одной стороны, а с другой стороны надежду. Надежду на то, что они смогут получить протез, что смогут восстановить свою работоспособность и вернуться к нормальной полноценной жизни. Это огромная медицинская проблема. Она имеет междисциплинарный характер и заслуживает не одной многочасовой лекции. Мы же с вами перейдем к третьему типу людей. Визуально они ничем не отличаются от здоровых людей первого типа. Они также работают, отдыхают, ни в чем себе не отказывают. И при диспансерном осмотре таких людей, каких-либо отклонений от нормы, мы не увидим. Но если заглянуть вглубь их тела, например, с помощью метода компьютерной томографии, то мы обнаружим, что в брюшной полости у них находятся условно пустоты. Там, где у здорового человека располагаются органы, у таких людей свободное пространство. Эти органы не исчезли в прямом смысле своего слова, но на привычном месте обитания их больше нет. Если мы продолжим изучать состояние этого человека, то увидим, что органы в большом объеме переместились наверх, в грудную клетку. Такое состояние называется потеря домена, или же более известный термин англоязычный loss of domain. Этот термин крайне неоднозначен, до сих пор не четкого его определения. Но, тем не менее, в мире распространены хотя бы две версии. Так, согласно бразильскому профессору Эдуардо Танако, потеря домена — это миграция более чем 25% органов живота относительно того объема органов, который у брюшной полости остался. Противоположным мнением является позиция французского хирурга Чарльза Сабаша, согласно которому потеря домена — это перемещение 20 и более процентов органов живота относительно полного набора органов брюшной полости. Эти цифры имеют важное значение, так как на их основании определяется тактика лечения. Либо это стандартная хирургическая операция, либо же это высокоспециализированное лечение. Но прежде чем определиться, что конкретно мы будем справлять, необходимо понять, что за болезнь у данного человека. Ведь потеря домена — это не самостоятельное заболевание. Это закономерный ток коварства патологии, поздней диагностики и нерационального лечения. Основная патология — это та, которой часто не уделяется должного внимания. И имя ей — грыжа. Грыжа — это перемещение части органов одного или нескольких органов из одной анатомической области в другую. Такое перемещение возникает в результате взаимодействия двух основных факторов. Это слабости мышечной оболочки с одной стороны, в результате чего между отдельными мышечными волокнами формируются своего рода отверстия, через которые перемигрируют органы. И второй фактор — это высокое внутрибрюшное давление, которое действует по типу выталкивания органов. В пределах брюшной полости может образовываться огромное количество грыж. Но не каждая из них достигает гигантских размеров. Наибольшее практическое значение для нас имеют лишь некоторые из них. Так к грыжам передней брюшной стенки относятся грыжи белой линии живота, в особенности в околопопочной области, а также грыжи пахово- и бедренных каналов. Огромную группу составляют грыжи диафрагмы. И к ним относятся так называемые паразофагиальные грыжи, которые находятся в области естественного отверстия диафрагмы, служащего для прохождения пищевода, но не затрагивающего это отверстие, а также некоторые врожденные грыжи, которые перечислены на экране. Кроме того, самую большую группу составляют так называемые искусственные грыжи, которые возникают либо в результате каких-либо медицинских манипуляций, например, это вентральная послеоперационная грыжа, либо же посттравматические, та самая посттравматическая грыжа, диафрагма, о которой я говорил ранее. И если причинными факторами возникновения искусственных грыж является прямое или же опосредованное воздействие травмирующего фактора или же действия врача, то факторы возникновения всех остальных типов грыж крайне не специфичны. Слабость мышечной оболочки в большинстве своем является генетически детерминированной, врожденной, но может быть также и обусловленной приобретенным снижением мышечного тонуса. Но если эти факторы в меньшей степени зависят от воли человека, то другие, опосредующие повышение внутребрюшного давления, напрямую связаны с образом жизни человека. Рост внутребрюшного давления последует факторы, которые можно разделить на две группы. Первый из них — это внешние, которые воздействуют на брюшную полость извне, сдавливают ее, что приводит к повышению внутребрюшного давления. К таким факторам относятся использование тугих поясов, корсетов или же работа в наклонном положении. Вторая группа факторов воздействует изнутри и называется внутренней. Своё влияние они посредуют либо за счёт сокращения мышц, уменьшения объёма брюшной полости и как следствие роста давления — это первая и вторая группа, либо же за счёт появления какого-то объёмного образования внутри брюшной полости, будь то переполненный желудок после хорошего обеда, либо же какое-либо заболевание. Третий, четвёртый и пятый фактор. В результате взаимодействия нескольких из этих причинных факторов формируется грыжа и развиваются стандартные клинические симптомы, которые зависят, в первую очередь, от локализации. Диафрагмальная грыжа характеризуется перемещением органов живота из брюшной полости в грудную клетку. При этом органы начинают сдавливать расположенные там другие органы и сосуды. Если компрессия в наибольшей степени подвергается лёгко, то человек это ощущает в виде отдышки. Если же сдавливается сердце, то это проявляется в виде аритмии, чувства сердцебиения. Это та самая группа пациентов, о которой я говорил в самом начале лекции. Визуальных проявлений у них никаких нет, и поэтому поставить точный диагноз крайне трудно. Совершенно обратно и характерно для грыж передней брюшной стенки. Для них синдром сдавления других орган мало характерен. На первый план выступают визуальные изменения, синдром объёмных образований. И этот синдром варьирует от небольших, едва заметных, до гигантских размеров. На этих фотографиях лучше всего раскрывается коварство этой болезни. Грыжи долгое время себя никак не проявляют, и пациент часто обращается к больному либо при достижении последних гигантских размеров, либо при появлении неспецифических синдромов, как в случае с диафрагмальной грыжей, или же при развитии осложнений. К таковым относятся трофические изменения кожных покров, развитие язв, инфицирование кожных покров с развитием местных и системных воспалительных процессов, а также самое страшное видо осложнения – это ущемление. Совершенно понятно, что экстренное лечение осложнений всегда заканчивается хуже, чем плановая операция. И дело здесь не только в том, что хирург не успевает подготовиться к больному, изучить его самого и характер его заболевания, но и во внутренних ресурсах самого человека, которых требуется часто огромное количество, и которых иногда не хватает. Поэтому первостепенное значение имеет активное выявление грыженосителей и направление их на плановое хирургическое лечение. И методик различных хирургических операций бывает много, но все они сводятся к двум основным началам. Это если грыжа, если органы какие-то переместились из одной области в другую, то, соответственно, их туда нужно вернуть, что называется вправить. А для того, чтобы они более не смогли перемещаться, дефект в мышце необходимо закрыть. И стоит заметить, что эта простая схема позволяет практически всегда добиться стопроцентного положительного результата – излечить больных. Практически всегда, но не всегда. Бывают случаи, когда лечение в предложенном объеме не просто не приводит к положительным результатам, но более того, оно обуставливает развитие тяжелых осложнений, начиная от повторного возникновения грыжи до более тяжелых и куда серьезных, вплоть до летального исхода. И, как вы уже догадались, такое состояние называется потеря домена. Когда в начале лекции мы говорили об определении этого термина, то акцентировали внимание на количестве перемигрировавших органов. Но сейчас возникает вопрос, какое значение имеют эти цифры, если они вообще его имеют? Какая разница от того, переместилось 10, 20 или же 30% органов? На что это влияет? Почему в данном случае стандартная операция не помогает? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться к основу медицины, к морфологии. Знакомьтесь, перед вами миобласт. Это клетка предшественницы, из которой впоследствии формируется целая мышца. Путем сложных различных преобразований, она превращается сначала в миоцид, потом в миосимпласт. Это все не важно. Важно то, что в конечном итоге она становится мышечным волокном. Это вот эти трубочки, которые мы видим на самом ближнем фоне. Мышечное волокно группируется с другими, ему подобным волокнами и формируется мышечный пучок. Он же, в свою очередь, группируется с такими же пучками и в конце концов образуется мышца. Прошу вас обратить внимание на то, что между отдельными волокнами, пучками, между красными такими точками находятся прослойки розовой, ну или же беловатой ткани. Это соединительная ткань. Она очень тонкая и нужна лишь для того, чтобы в ней проходили сосуды и нервы, для того, чтобы мышца могла жить. Далее, как я сказал, пучки формируются в мышцу. Мышца покрывается фасцией своего рода футляром и отправляется на определенное место человеческого тела для того, чтобы выполнять возложенные на нее обязанности. Брюшная полость с четырех сторон ограничена мышцами. Сверху находится диафрагма, главная дыхательная мышца человека. Она словно купол нависает над брюшной полостью, отделяя последнюю от грудной клетки. В боковых отделах три слоя мышц. Поперечная, внутренняя косая и наружная косая, которые сходятся по средней линии с образованием ампоневроза или же той самой белой линии, о которой я говорил несколько ранее. По обе стороны от нее находятся прямые мышцы живота. Значение этих мышц, безусловно, в акте движения. Но гораздо большее значение для нас имеет защитная функция их по отношению к внутренним уровням, а также регуляция их жизнедеятельности. В организме человека все предусмотрено до мелочей. И если возникает какая-либо патология, то организм направляет все свои ресурсы для того, чтобы исправить эту поломку. И когда этих ресурсов хватает, то восстановление естественной целостности организма возникает без ущерба для кого-либо. И это характерно для небольших грыж, когда хирург вовремя успевает внедриться в тело человека и вернуть все на свои места. Но почему же тогда при гигантских грыжах это не удается? Мы, к сожалению, стали привыкать к тому, что ответы на научные вопросы в нашу страну стали поступать из-за рубежа. И, может быть, действительно где-то наука и развита лучше, чем у нас. С этим спорить бесполезно. Но ответ на эту загадку пришел к нам из России. В 2005 году в городе Самара была опубликована монография под названием «Патогенез и хирургическое лечение после операционных вентральных грыж». Ее тираж был настолько мал, что мне удалось найти только отфотографированную версию этой книги. А ведь это напрасно. Она имеет огромное значение для хирургии. Ее автор – заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук профессор Белоконий Владимир Иванович, проанализировал, какие изменения возникают в внутренних органах, в том числе и в мышцах, при развитии грыж. И потребовались ему для этого лабораторные крысы. Со своей командой он в лабораторных условиях искусственно создавали послеоперационные вентральные грыжи, то есть грыжи по средней линии живота, в области белой линии. И затем наблюдали крыс в течение 9 месяцев. При этом каждый месяц они забирали у них фрагмент мышечной ткани в непосредственной болезни от места дефекта, а также всех других внутренних органов. И полученные фрагменты фиксировались ими в растворе формалина, окрашивались и впоследствии изучались. Перед началом исследования, то есть в норме, состояние мышечных волокон мы видим на экране. Мышечные пучки приблизительно все одинаковой толщины, одинаковые плотности, плотно прилежат друг к другу. И соединительная ткань представлена лишь тонкой, очень тонкой прослойкой, как я уже говорил, и при этом жировая ткань совершенно не выражена, она отсутствует. Что было дальше? Первый месяц. При беглом взгляде мы никаких изменений не увидим, но при скрупулезном микроскопическом осмотре мы можем заметить небольшое различие и неравномерность мышечных волокон. Кроме того, хотя нам это совершенно здесь и не видно, но соединительная ткань окрасилась ярче, и это говорит о том, что увеличилась составляющая доля их элементов. Второй месяц. Мышечные волокна уже однозначно различной толщины. При этом одни из них увеличены, другие, наоборот, истончены. Но при этом они равномерно распределены. Соединительная ткань теперь представлена в виде широких тяжей. Появляются очаговые скопления жировой ткани. Четвертый месяц. Опять так же мышечные волокна различной толщины, но преобладают уже истончены. Соединительная ткань, широкие полосы, широкие тяжи, и жировая ткань также уже появляется не только в виде очагов, но и в виде прослоев. Шестой-седьмой месяц и восьмой-девятый месяц, наконец, характеризуются одними и теми же изменениями. Истончение мышечного волокна и разрастание соединительной жировой ткани, которые буквально разрывают мышцу изнутри. Таким образом, мы видим, что патологический процесс в данном случае идет по двум основным направлениям. Это уменьшение доли мышцы, с одной стороны, а с другой стороны увеличение доли разрастания соединительной жировой ткани, которая эту мышцу и замещает. И мы видим, что за 9 месяцев доля мышечных волокон, их толщина уменьшилась более чем на 20%. Но обратите внимание на второй месяц. Здесь толщина несколько увеличилась. И это та самая компенсаторная реакция, когда организм направляет все свои ресурсы на то, чтобы восстановить свою целостность. Но как только эти ресурсы иссякли, вновь стало прогрессировать дегенеративные изменения. Кроме того, мы видим, что объемная плотность ткани мышечной уменьшилась более чем на 30%, в то время как плотность соединительной и жировой увеличилась на 360 и 1000%. К чему все это привело? Когда происходит истончение мышечных волокон, они, безусловно, укорачиваются. И получается, весь тот конгломерат тканей из-за истонченных мышц, разросшейся соединительной и жировой ткани, он в любом случае получается меньше того, что было у человека до, в данном случае у крысы, до заболевания. И когда при операции мы пытаемся стянуть эти ткани, соединить их между собой, чтобы закрыть дефект, возникает в первую очередь натяжение этих тканей, а это одна группа осложнений. Но что более важно, уменьшается объем брюшной полости. Как следствие, повышается внутрибрюшное давление. И это уже совершенно другие осложнения, вплоть до летального исхода. Очевидно, что в данном случае стандартная операция не поможет. Она не должна быть несколько другой, расширенной. И для того, чтобы вернуть целостность нашему организму, необходимо сделать такую операцию, чтобы не повысить при этом внутрибрюшное давление. При этом цель основного лечения будет заключаться в увеличении объема брюшной полости. Это достигается несколькими методиками. Прогрессирующий пневмоперитонеум – это способ увеличения объема брюшной полости путем нагнетания в него углекислого газа. Эта методика рассчитана на несколько сеансов, в каждом из которых постепенно увеличивают долю вводимого газа. И постепенно брюшная полость увеличивается в размерах. Второй способ – это ботулинотерапия. За счет свойств ботулотоксина и блокирования передачи нервного импульса на мышцу, мышечное волокно расслабляется. Соответственно, оно становится более податливым для последующего растяжения. Как правило, этот способ используется вместе с прогрессирующим пневмоперитонеумом. Это позволяет достичь адекватных результатов. Но, к сожалению, несмотря на всю эту красоту, решающее значение принадлежит хирургической операции. И операция, которая рекомендована для больных с потерей домена, называется реконструкция передней брюшной стенки. Ее суть сводится к тому, что путем изменения конфигурации мышц, рассечения, шивания еще одного рассечения и имплантации синтетического трансплантата удается увеличить объем брюшной полости. И такие хирургические операции вкупе с менее радикальными методами позволяют добиться желаемых результатов. Излечить пациента, избавить его от грыжи, профилактировать ее повторное возникновение и вернуть его к нормальной, полноценной жизни. Но, к сожалению, все то, о чем я говорил на протяжении чуть более 20 минут, мы не знали. И когда к нам в клинику поступила пациентка, мы не обладали этими сведениями. Вот к чему это привело. Женщина 53-х лет жаловалась на дышку. Ее симптомы нарастали при употреблении пищи, воды. Они сопровождали ее как при физической нагрузке, так и в состоянии покоя. Более того, эти жалобы беспокоили ее в положении лежа, по причине чего последние 5 лет она спала исключительно в положении сидя. Мы ее обследовали на предмет патологии со стороны органов дыхательства и сердечно-сосудистой системы, которые наиболее часто вызывают подобную симптоматику. Но каких-либо отклонений от нормы мы не выявили. Далее мы выполнили рентгенологическое исследование и обнаружили, что в отличие от здоровой правой половины, слева сверху отмечается что-то наподобие арок, снизу затемнение, а в центре какой-то пузырь. Для уточнения диагноз выполнили компьютерную томографию и обнаружили, что органов, которые у здорового человека располагаются в животе, в животе их не оказалось. Печень, левая доля печени, хвост поджелудочной железы, селезенка, целый желудок, петли тонкой и толстой кишок, практически половина органов живота переместилась в грудную клетку. Диагноз диафрагмальной грыжи не вызывает сомнений. Он стандартный в данном случае. Причина этого заболевания у этой пациентки стандартна. У нее развились стандартные клинические симптомы. На диагностику которых нам потребовались стандартные диагностические процедуры. И далее после этого мы перешли к лечению, которое тоже является стандартным. Мы не извели органы из грудной клетки в брюшную полость, закрыли дефект в диафрагме. И предсказуемо пациентке легче не стало. Более того, жалобы у нее стали нарастать, состояние стало ухудшаться. Хорошо, что через двое суток все же ей полегчало. Плохо, что для этого потребовалось расхождение всех швов и повторное развитие грыжи. Тогда у нас возник вопрос. Почему у пациентки со стандартным заболеванием стандартное лечение не помогло? Сейчас же ответ очевиден. У нее не просто грыжа, но потеря домена. А это не просто миграция какого-либо определенного количества органов. Это сложный, длительный, морфофункциональный, патологически дегенеративный процесс. И в данном случае стандартное лечение не подходит. Нужно переходить к тому, который увеличит объем брюшной полости. Но здесь мы столкнулись с некоторыми проблемами. Во-первых, прогрессирующий пневмоберитонеум в данной категории больных противопоказан. Если мы будем нагнетать воздух, газ в брюшную полость, он, безусловно, будет давить на диафрагму. Та, в свою очередь, на легкое. И ни к чему хорошему это не приведет. Ботулинотерапия, к сожалению, в нашей стране в отношении грыш не используется. Да и сомнительно, что без пневмоберитонеум она позволит увеличить брюшную полость до адекватных размеров. Поэтому основное значение принадлежит реконструкции передней брюшной стенки. Но и с ней связаны тоже некоторые проблемы. Учитывая тот факт, что на передней брюшной стенке дефекта у нас нет, я напомнил, в диафрагме, то этот дефект здесь нужно создать. Для этого мы рассекаем мышцы по средней линии, разводим их и заполняем синтетическим трансплантатом. Грубо говоря, было вот так. Рассекаем и пространство между моими пальцами заполняем сеткой. То же самое, только вид сверху. Мы видим, что после предложенных манипуляций в брюшной полости появляется свободное пространство. Но в связи с этим возникает ряд закономерных вопросов. Каким должен быть объем этого свободного пространства и, соответственно, размер, конечный объем брюшной полости? Если этот объем коррелирует с величиной реконструкции, то каким же должен быть ее масштаб? Важно понимать, что основное значение принадлежит не способу рассечения мышц, а величине синтетической сетки. И потому самый главный вопрос – какой должна быть площадь синтетического трансплантатора? Почему это важно? Это важно хотя бы потому, что если мы возьмем сетку недостаточного размера, то это приведет к тому, что брюшной полости повысится внутрибрюшное давление. И как следствие будет развиваться рецидив грыжи куда более тяжелое осложнение. Поэтому для достижения адекватного объема брюшной полости необходима сетка оптимального размера. Далее, возвращаясь к вопросу, какой она должна быть, мы ответим на нее очень просто. Необходимо вспомнить геометрию. Мы представили брюшную полость и грыжевое содержимое как два шара, каждый из которых обладает определенными объемами и площадью поверхности. Эти формулы общеизвестны путем несложных математических манипуляций, и с формулой объема можно выразить формулу площади поверхности. Зная объемы каждого из тел, мы можем вычитать конечный объем брюшной полости. Зная объемы, мы можем почитать и их площадь поверхности. И соответственно, мы можем вычитать площадь поверхности брюшной полости после реконструкции, которая будет соответствовать сумме брюшной полости до операции и некой величины дельты. И эта самая дельта, разница в площадях поверхности между брюшной полостью после реконструкции и до, будет соответствовать величине синтетического трансплантата. Но это лишь теория. На практике же мы первым этапом определили объемы каждого из тел. Синий цвет – это брюшная полость. 5 литров, оранжевый цвет это грыжа 3,2 литра. Суммарный объем составил чуть более 8 литров. Мы видим, что 40 процентов органов живота переместилось в грудную клетку. Далее мы подставили полученные величины в предложенную формулу и получили конечные значения. Площадь трансплантата составила 553,5 квадратных сантиметра, размер сетки 23 на 24 сантиметра. Конечно, организм человека это не набор геометрических фигур и формул. Мы устроены намного сложнее, и поэтому погрешность вычисления, безусловно, присутствует. Но в условии человеческого организма, особенно когда все вычисления основаны на реальных и точных величинах, эта погрешность минимальна. И доказательством тому является наша пациентка. Мы проперировали ее по стандартной схеме, плюс выполнили реконструкцию передней брюшной стенки, имплантировали дефект полученного нами размера. И в ближайшем послеоперационном периоде каких-либо осложнений мы не выявили. Через два года мы обследовали ее повторно. И опять же, никаких нарушений не было зафиксировано. Она наконец-то смогла жить настоящей, здоровой, полноценной жизнью. И в заключение я хотел бы подытожить все то, о чем говорил в трех основных тезисах. Мы можем потерять свои органы. Ну, правильнее будет сказать, растерять. В большинстве своем мы рождаемся здоровыми, но как только мы сталкиваемся с этим миром, мы регулярно подвергаемся воздействию различных вредоносных факторов и в точном итоге заболеваем. Но это не имеет значения. Важно то, что мы, как хозяева своих собственных тел, несем ответственность за ежесекундный контроль за состоянием своего здоровья. Потеря домена — это не молниеносный процесс, это не одномоментная миграция огромного количества органов. Это длительный процесс. И пропускать его, считать, что само пройдет, непозволительно. И это характерно для всех других заболеваний в том числе. Нам нужно быть насторожи в отношении своего здоровья. И насторожи должны быть также и наши лечащие врачи. И второе — это если все же заболевание произошло и требуется высокоспециализированное лечение, то замыкаться в какой-либо области нам непозволительно. Если бы в процессе лечения этой пациентки мы не использовали знания из школьного курса геометрии, то мы подбирали бы размер синтетического трансплантата очень долго. Никто бы не знает, сколько попыток нам на это потребовалось. И, соответственно, каким бы осложением это все привело. Поэтому для того, чтобы быть немножко хорошим врачом, нужно быть немного математиком. И это характерно для каждого из нас. Всем нам нужно стараться развиваться во всех направлениях, мыслить широко, открывать новые грани этого мира, изучать их и быть, что называется, всенаучными. Благодарю вас за внимание. Пожалуйста, вопросы. Спасибо большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, вот эта проблема потери домена, она насколько широко распространена в популяции? То есть, грубо говоря, у каждого из нас какой есть шанс с ней столкнуться? Спасибо вам за вопрос. К счастью, эта проблема очень редкая. Она очень редко встречается. За свою клиническую практику мы встретили всего двух таких пациентов. Что касается других данных, то я вам хочу сказать, что даже ни одного обзора литературы касательно этой проблемы в мировой литературе, что в англоязычном, в русскоязычном тем более, не существует. То есть, она очень редко, но, тем не менее, она имеет важное значение. И последние конференции, посвященные этому, в принципе, проблеме грыж, затрагивают эту тему в том числе. Спасибо за лекцию, очень интересно, неожиданно. То есть, в любом случае, если перемещение органов идет из брюшной полости в грудную, то это, в принципе, грыжа диафрагмы, да? Ну, в большинстве случаев, да. Она просто может быть различных типов. Это может быть как те, о которых я говорил, так и грыжа естественных отверстий. Она немножко имеет другую клиническую симптоматику и другие последствия, поэтому я ее не затрагивал здесь. Но в любом случае, между брюшной полостью и грудной находится барьер. Это диафрагма. Для того, чтобы пройти из брюшной полости в грудную, соответственно, нужно этот барьер пройти. В любом случае, это будет диафрагмальная грыжа. То есть, это была все-таки грыжа диафрагмы. Скажите, пожалуйста, какие бывают все-таки факторы? Это наследственно? Или что должна была делать женщина, чтобы таким образом у нее переместилось? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вы сказали в течение пяти лет. То есть, женщина не чувствовала, что у нее там печень давила на сердце, желудок на сердце. То есть, каким образом вообще? Ну, тошнит ее, там еще что-то. То есть, неужели органы работают в своем же режиме, я хочу сказать. Благодарю вас за вопрос. Отвечу сначала на первый. И я уже в лекции затрагивал касательно факторов риска возникновения этих заболеваний. Это, с одной стороны, слабость мышечной оболочки. Она бывает врожденная и приобретенная, снижение мышечного тонуса. Например, в результате недостаточно физической активности. И второе – это повышение трибрюшного давления. И что касается для женщин, если их рассматривать как популяцию, то стоит выделить это беременность. Беременность, безусловно, повышает давление. И, соответственно, если есть другие факторы, например, тот же самый дефект какой-то в диафрагме, потом по той причине возникший, или же какие-либо другие повышения трибрюшного давления, например, ожирение, то это, безусловно, фактор риска. Отвечая на второй вопрос, почему 5 лет женщина ни на что не жаловалась, сказать мы, к сожалению, не можем. Она не жаловалась. У нее была дышка, да, она не могла спать, но думала, что сама пройдет. Более того, диагноз у нее точно – посттравматическая диафрагмальная грыжа. И в пятилетнем возрасте у нее была автоавария. И, получается, с 5 лет до 52-48 лет она жила ни на что не жаловалась. У нее двое родов в анамнезе, но при этом ни до этого зафиксировано не было, ни сама она никогда ни на что не жаловалась. И в этом-то и коварство заключается, что органы в любом случае, органы в другой части находятся, как бы, из своего тела. Но, тем не менее, они выполняют все свои функции в любом случае. Ничего практически не страдает. Но если же возникают осложнения, тогда уже возникают тяжелые симптомы, необратимые в том числе. Еще вопросы? Хочет ли кто-то из членов жюри взять слово? А можно вернуть на слайд, где поверхность, площадь поверхности? А почему вы такую страшную формулу выбрали? Еще раз. Формулу, почему такую страшную? Да. Ну, такое представление. А, ну, для начала, то, что получились вот эти формулы, они как бы стандартные. Эти стандартные, да. Грубо говоря, из Википедии. А это получено путем преобразования выражения одной из другой. Хорошо. Хорошо, спасибо.